С большой уверенностью вам, друзья, могу сказать, что лучшие беспроводные вертикальные пылесосы в соотношении цена, качество и функциональность лично для меня и для многих из вас являются Xiaomi Dreamy. Я сам использую на протяжении нескольких лет эти пылесосы, купил и маме такой пылесос, все абсолютно довольны. Сегодня мы с вами посмотрим немножко на другую тему, это моющие беспроводные пылесосы, новинки 2021 года Xiaomi Dreamy H11 и H11 Max. Какие плюсы, минусы, преимущества, недостатки, все, что вы должны знать перед покупкой, сейчас вам расскажу. Всем привет, друзья! Краткий обзор моющей беспроводные вертикальные пылесосы H11 и H11 Max от Xiaomi Dreamy. Мы начинаем! По комплекту я сразу все достал из коробок, чтобы наглядно вам показать отличия обычной версии и Max. На первый взгляд все практически одинаково и так оно и есть. Разница в комплектации это только запасная турбощетка. А так, сам пылесос, станция для зарядки и самоочистки, запасной HEPA-фильтр, ручка с управлением, набор документаций, ершик для прочистки каналов, держатель для щетки и ершика, зарядные блоки с европейской вилкой с одинаковыми параметрами, кстати, разница только в цвете. Белая и обычная версия, серый Max. Еще один важный момент, ребят, который вас может заинтересовать, это расходники. На Алиэкспресс представлено много разных вариантов от разных продавцов, например, роликовая щетка с фильтром вот сегодня стоит, например, 6,61, есть 9,75, 9,49 у разных продавцов. Также продаются и HEPA-фильтры, цены невысокие, 1,64, 2,31, 3,40. Опять же, у разных продавцов разные цены, ссылочка будет на эти все вещи в описании, к чему я это говорю, потому что вы можете купить себе роликовую эту щетку для Dreamy H11, обычной версии, и у вас получится практически Макс, да, за исключением некоторых технических параметров. Второй момент, здесь инструкция классная, подробная, на русском языке, со всеми обозначениями, то есть у вас не возникнет проблем с эксплуатацией, с настройкой, если что-то вдруг не получится, сразу у вас заглядывайте в инструкцию. Она действительно готовилась для европейского рынка, собственно, как и сам пылесос, здесь также есть сервисы гарантийного обслуживания, полезная вещь, пригодится. Все полезные ссылки, ребят, в описании, движемся дальше. На пылесосе размещены два контейнера, один для чистой воды находится в верхней части, извлекается очень просто, удобно, его емкость составляет 900 мл, и это достаточно-таки много. Внизу расположен контейнер для грязной воды и мусора, на вид он, конечно, больше, но на самом деле он вмещает не более пол-литра грязной воды. Есть отметка, и когда это происходит, будет оповещение на пылесосе. В данном контейнере сверху размещен хепофильтр, напомню, что один есть в запасе, и крышка верхняя съемная, поэтому слив грязной воды и его очистка, это очень простое и легкое задание. Просто сняли, слили грязь и воду, промыли чистой водой, и все удобно, просто и реально круто сделано. Собственно, щетка, конечно же, тоже съемная, за 5 секунд вы ее можете извлечь, снимаем защитный кожух и вынимаем щетку. Без всяких заморочек и проблем, и за это тоже могу сразу кинуть большой плюс. На ручке расположены у нас три кнопки. Одна включает-отключает пылесос и переключает режимы, вторая запускает режим впитывания влаги, то есть он предназначается для пролитых жидкостей. Третья кнопка расположена на торце, включает режим самоочистки, промывки валика. Это я покажу вам дальше в видео. Еще одна главная фишка данного мойщика, это большой дисплей с кольцевой светодиодной подсветкой. После включения на нем загорается уровень заряда аккумулятора по центру, а также предусмотрена следующая индикация. Сама очистка, режим впитывания влаги, автоматический режим, индикатор уровня чистой воды, необходимость слива грязной воды, засор трубы, блокировка роликовой щетки. То есть все информативно, доступно, понятно и это еще не все, друзья. Пылесос H11 Max сам определяет, какую ему необходимо устанавливать мощность, плюс это все дело привязано к кольцевой подсветке. Горит зеленый, минимально, оранжевый, средний и красный, максимальный для сильных загрязнений. Время работы на одном заряде до 36 минут в минимальном режиме, в смешанном время будет около 20 минут. Производители заявляют, что этого хватит примерно на 200 метров квадратных, которые они проводили в лаборатории. Я думаю, в бытовых условиях это можно делить на два, но даже 100 квадратов это очень круто. Я производил уборку дома, порядка 80 квадратов и заряд еще остался 25%. И перед тестами, собственно, отличие. Max версия от обычной. Вся разница в мощности, емкости аккумулятора и наличии той самой подсветки. У Max это 200 ватт и 36 минут, у обычной 170 ватт и 30 минут. Разница в цене составляет примерно 25%. Поэтому, если у вас дом меньше 100 квадратов, я бы рекомендовал брать обычную версию и не париться по поводу подсветки. Мощность в 30 ватт заметить сложно, оба пылесоса справляются со своими задачами. Просто в лайт-версии нужно немножко медленнее проходить участки. Итак, поехали. Заливаем верхний бак чистую воду, делать это просто, ставим его на место и поехали. Пылесос тяжелый, но за счет мягких колес и хороших подшипников отлично управляется без напряжения и, соответственно, щетка прижимается к полу для лучшей очистки. Вся нужная информация у вас перед глазами. Смотрится, ребята, реально круто с такой подсветкой, да и дисплеем. И мойка полов становится более приятной. Не нужно выжимать тряпки, ковыряться в воде, в ведрах и так далее. Действительно удобно и реально этот пылесос моет. Я еще раз повторю, он, друзья, действительно моет полы и убирает грязь. На валик подается вода, она очищает его, так как вращается быстро сам валик, то и сам промывается. Грязная вода с мусором перебирается в контейнер. Такую уборку вы шваброй вряд ли сделаете. Представьте, сколько нужно тереть в одном месте. Щетка вращается там тысяча оборотов в минуту. Да и щетка вращаясь, сама тянет пылесос вперед. Хотите серьезных тестов? Пожалуйста. Для начала разливаем молоко, покрытие у нас плитка. Лужа большая. Включаемся. Я не знаю как, но мойщик сам понимает точно, когда нужно прибавить мощности. Увеличивать смачивание тряпки и промывку. В один заход, друзья, в один убрал моментально все в контейнер. Молоко с водичкой смешалось и вот отдыхает уже у нас внутри бака. Хорошо. Ситуация вторая. Разливаем еще лужу молока, а к нему добавляем хлопья противные, которые всегда прилипают. Их тяжело очищать. Включаемся. И снова вообще без проблем. Просто пушка. Серьезно. Все чисто. Не размазывает, а реально моет. Такая же история и с кетчупом. Намазал пол я им и снова пару заходов. Все перебралось в контейнер. Да, валик немного подкрасился. Так что можем уже проверить автоматическую промывку. Ставим пылесос на базу. Включаем промывку и процесс пошел. Длится он примерно секунд 30. Полоскает, затем включает всасывание, смачивается валик и еще раз процесс повторяется. Начать замачивание. Очистка роликовой счетки. Очистка роликовой счетки. Очистите вак с отработанной водой. Начать зарядку. После этого валик у нас абсолютно чистый. Вот в этом еще и вся фишка. Давайте попробуем усложнить задачу. У меня теплый пол. Сейчас работает. Пошел набрал земли. Смочил водичкой. Хорошенько все это дело размазал и втер в рельеф плитки и во швы. Дал подсохнуть минут 15. И давайте попробуем очистить. Друзья, ну это прям восторг. Вымывает на раз, два, три. Серьезно. Я уже за год столько пылесосов протестировал. Этот удивляет. Через минуту от грязи сухой не осталось и следа. Вот такая вот получилась вода в контейнере. Такой и должна быть уборка. Простой, быстрой и удобной. Мы уже тестировали похожее устройство. И кто-то в комментариях писал, что мыть-то это все дело сложно. Лучше тряпкой, руками. Ребят, абсолютно нет. Просто снимаем контейнер. Сливаем грязную воду. Лучше, конечно же, в унитаз, а не в ракамину. Провываем водой. Бак и крышку. Да и, собственно, все. Минута дела. А может и меньше. Дальше можно приступать к уборке. Как вы могли заметить, это также первый моющий, да и вообще вертикальный пылесос. По крайней мере, у нас на канале, который разговаривает и сообщает обо всех действиях. Это можно отключить. Языки поддерживаются разные, в том числе и русский присутствует. Еще и регулируется громкость. Выглядит это вот таким вот образом. Что по итогу? В первый день старта продаж на Алиэкспресс 11.11 в 2021 году раскупили все пылесосы за первый час. Ссылки я оставил. Следите за пополнением. Производитель сказал, что просто даже склады пустые сейчас. После обзора в нашем инстаграм вы сможете приобрести протестированные модели. По минусам, что еще могу сказать, чтобы не все так гладко было и красиво. Под кроватью у вас вряд ли получится уборку сделать. Все-таки конструкция не позволит. Заряжается устройство долго. Мне вот хотелось бы реально быстрее. Примерно 4-5 часа потребуется. Также имейте это в виду. Да и цены, конечно, высокие. Но на распродажу можно урвать с купонами очень выгодно. К примеру, версия обычная стоила около 210-220 долларов. А с купонами, повторюсь, можно было и дешевле взять. Актуальная информация в нашем телеграм-канале Китай Бриско и по ссылкам под этим видео. Ребят, спасибо за внимание. Не прощаюсь. Надеюсь, кто-то приобретет себе такой пылесос и останется очень и очень довольным. Реально, хорошая вещь. Увидимся скоро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова